Корм у нас есть, поэтому можем начинать. Мы начнем с научного сообщения Фима Аркадьевича Хазанова об участии ИПФРАН в проекте детектирования гравитационных волнов Лайка. Наверное, все уже насладились этим нехитрым ульфильмом, который, в общем, показывает, как себе можно представить гравитационную волну. Волна распространяется перпендикулярно плоскости картинки, а точки условно изображают пространство, которое вот так сжимается и сжимается. Вдруг, соответственно, плоскостях в данном случае, поляризация этой волны вертикальная, ну или горизонтальная, что это же самое. Ну и через каждый полпериода пространство растягивается в одном направлении, через полпериода растягивается в другом. В качестве такого места введения я все-таки скажу еще чуть более подробно про собственно гравитационные волны и детектор, как он устроен и работает, ну это даже будет не такой невзор, а скорее встряхи к последствиям этого детектора, ну и потом расскажу о том, об истории, как и результатов, которые сотрудничество нашего института с этим проектом в течение последних 97-го года. Мы в нем участвуем уже больше по конкретно нашим задачам. Ну вообще гравитационная волна очень похожа на электромагнитную волну. По своей природе она распространяется со скоростью света. Источником научения являются двигающиеся ускорения массы. Ну так же, как двигающиеся ускорения заряда излучают электромагнитные волны. Ну масса не имеет отрицательного знака, поэтому только положительные, но это в общем не особо что меняет. Ну и в самом начале этот проект ЛАГО, когда он задумывался, ну и собственно вот до того события, которое мы узнали неделю назад, наиболее доступным способом измерить гравитационный сигнал, это наиболее вероятно измерить, просто измерить, так сказать, измеренный гравитационный сигнал, сигнал, приходящий от столкновения двух либо нейтронных звезд, либо черных дыр, ну либо их комбинации, как третий вариант, которые крутятся вокруг общего центра масс, имеют огромные массы, огромное ускорение центростремительное, ну и соответственно излучают соответствующее количество энергии. Ну оценки показывают, что если говорить о мощности, которая несет, ну и такие интенсивности, которая несет гравитационная волна вот от таких событий, которые могут случаться там, скажем, раз в год, или что-то в этом духе, или достаточно часто, чтобы их померить, интенсивность достаточно большая, примерно соответствует той интенсивности, которая несет свет от луны, которую мы с вами легко видим в фактическом диапазоне невооруженного глазу, буквально в смысле слова, в других режимах диапазонных повооруженным глазу, но ясно, что эту интенсивность было бы легко померить, если бы был бы способ конвертировать ее там, в то, что мы можем мерить в тепло, в ток, как-то эту энергию утилизировать. Вот такая уж она и маленькая. Однако, вот это свойство пространства разжиматься-ржиматься, оно никак не конвертируется ни в какую другую материальную энергию, а само изменение пространства, вот здесь приведены соответствующие оценки, от столкновения двух таких объектов на расстоянии 15 мегапарсет, характерное расстояние, измеренный сигнал был даже с большего расстояния, они показывают, что относительно изменения пространства, которые называются метрикой, и, собственно, являются амплитудой операционной волны дельты на L, соответственно, 10-21, ну, либо один атометр на километре, что показывает, что, по-очень причину, по которой сто лет никто эти волны измерить не мог, ну, и, собственно, вот это вот отличие от этномагенных волны заключается в том, что вместо электрического магнитного поля, которые тоже поперечные, тоже ортогональны друг к другу, физической величиной, которая, собственно, колебается, которая, собственно, и несет волну, является вот эта вот величина, которая, с одной стороны, очень маленькая, с другой стороны, энергия, которая не запасена, хоть и вполне себе макроскопических размеров, не имеет никакой возможности быть конвертированной такую энергию, которую у нас легко померить. Ну, естественным способом измерения интерфейер-инволяционных волновей является интерферометр Маккельсона, который, естественно, ориентируется к этой картинке. Ну, очевидно, что во время прихода волны перпендикулярно-плоскость рисунка, разборцеловка плеч интерферометра будет происходить с частотой гравитационной волны, это причем будет удвиняться, это укорачивается через полпериода наоборот, ну и, соответственно, появится здесь сигнал на соответствующую частоту, я бы сказал, что, опять же, вот это столкновение двух электронных звезд или двухчернодер выбрано было в том числе и из-за того, что частота, в которой приходит сигнал, то есть скорость вращения этих звезд относительно общего центра масс перед столкновением, это от 100 до 1000 Гц, очень удобная частота для детектирования, и это, собственно, адрес налогов успеха. Сейчас я скажу, на счет частоты чуть позже, почему. Понятно, что нужно делать включение тюльфянута чем больше, тем лучше, для того, чтобы чувствительность повысить, чувствительность 1 атометр, это меньше, чем, существенно меньше, чем размер протона. Для этого можно просто увеличивать физическую длину, влага на 4 километра, но это некое компромиссное решение, больше уже просто совсем трудно, но меньше, соответственно, будет меньше чувствительности. Дальше существенным увеличением чувствительности является накопление сигнала, это фермент репрессонный делитель в два зеркала, вот эти плечи по 4 километра, ну или около называются тест-массами, в каждое плечо интерферометром апельсона вставляется еще одно зеркало, которое расположено строго по-нормали кучку, коэффициент ранее этого зеркала 97%, 97% отражается, 3% возвращается и образуется вот такой 4-километровый интерферометр фабрики перо с добротностью порядка тридцатки, в котором, соответственно, попросту говоря, потом видит, возвращая зеркало, коэффициент ранее 7%, соответственно, влияние с того, что он выйдет наружу 3%, но и другими словами он делает... Почему только тридцатка при такой длине? Там вроде, чем больше длина, тем больше добродный. Нет, добродный зависит от зеркала, от коэффициент ранее зеркал, а от длина он вообще не зависит. Потому что нет, нет, это потея на... И не добродный. Ну и не добродный. Назвать на файнесс, микроренство. Да, значит, потом, поскольку процент прохождения через этот зеркал снаружи, с внутренней наружу на 3%, значит, вероятность того, что он выйдет 1,30-е, соответственно, в среднем он делает 30 обходов по резонатору. Вот это называется файнесс. И фактически это означает, что вот свет здесь бегает не 4, туда-4, обратно, а так 30 раз. Ну и тем самым эффективно увеличивается длина этого плеча физически. Ну, платой за это является то, что нужно настроить интерферометр с файнессом вот этим 30 на расстоянии 4 км. Ну, те, кто когда-нибудь настраивал интерфером как павли перо на расстоянии хотя бы 30 см, с того, что представляют, как это как правило, это невозможно сделать в принципе. Тем не менее, удалось. Дальше этот, ну, естественно, в этом случае то же самое. Дальше этот трюк повторяется еще раз с самого начала был задуман. А что происходит? грубо говоря, когда нет никакой революционной волны весь сигнал возвращается в сторону лазера. Здесь единичный, здесь ноль. Ну, и есть они учитывают потери, что фактически вся мощность вращается назад. Ну, и эту мощность можно использовать еще раз. Здесь стоит еще одно зеркало, тоже по нормальному получу, тоже примерно 97% коэцент отражения. Вот весь этот макисон это фронт обработает пока плечи идеально сбалансированы как одно стопроцентное зеркало, все возвращается назад и получается вот такой уже относительно короткий еще один это фронт фабрии перо, в котором это зеркало стопроцентное зеркало 90% ну, и опять прежде чем фотон возвращается во всю систему еще 30 раз там пробегает 30 на 30 примерно значит выигрыш просто по такой эффективной длине плеча дают вот эти дополнительные интерферам очень здорово но от этого не сильно легче потому что соответственно расстояние смещения в один атометр вращается в один фантаметр или там несколько фантаметров порядков много смещения все все равно поэтому с другой стороны формально что здесь происходит измерение разных фаз и вообще говоря разность фаз это намного меньше намного порядков меньше чем 2 но физически нет никаких ограничений чтобы измерять разность фаз сколько угодно мало по сравнению с 2 граби смещения сколько будет меньше длины волны вопросов в шумах и фактически все вот это лайга это есть одна сплошная борьба с шумом шумы самые разные но вот здесь они более-менее перечислены во-первых это сейсмические шумы которые просто вибрации те с которым мы привыкли сталкиваться когда занимаемся более-менее оптикой лазерами эти зеркала подвешены на нитях ну там дальше будет картинка подвешена именно с тем что уменьшить теснечные шумы но тем не менее все равно опорах которые подвешены они в конечном счете опираются на землю и соответствующие шумы передаются на зеркала ну и меняют просто демократическую 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 плеча кроме этого есть тепловые шумы подвеса связанные с тем что тепловые шумы вот этих нитей подвеса и тепловые шумы самих этих зеркал они представляют из себя такие диски диаметром 40 сантиметров и толщиной 10 сантиметров это связано просто с тем чтобы на 4 километрах пучок оптический уже он должен быть существенно меньше несколько раз меньше чем пога по гаусу несколько раз меньше чем диаметр зеркала более узкий пучок просто 4 километра нельзя протащить поэтому такой большой размер но дело даже наверное дело в том что все это при комнате температуре поэтому тепловые шумы как самого подвеса так и самого вот этого зеркало зеркало ненуговые грубо говоря при нулевой температуре это было бы твердое тело которое имеет фиксированный размер ну и соответственно можно в этом фиксированном расстоянии на самом деле при конечной температуре существуют типовые фруктации которые как барабан этот цилиндр раскачивают на уровне микромы это конечно не существенно на уровне фентометров это существенно ну и один из будущих проектов в частности предполагает охлаждение мукрионерное могу сказать чтобы с этим шумом разобраться но остаточный газ ну это понятно что если капитальное преломление не единица то любое значительное изменение концентрации плотности этого газа который попал подключаем приведет на 4 километра соответственно приведет к фазе которая да она конечно будет существенно меньше двух пирмах но не на те 10-12 слоя по которым ну характерное давление здесь минус 9 и одной из ключевых людей которые во всем этом лайк участвуют люди которые отвечали за вакуум но я потом прием прием шумовые дрововые шумы приемника ну и шумы просто электрические измерители ну и разумеется лазер ясно что если частота интенсивности или волновый вектор диаграмма направленности лазера изменяются то будут изменяться и появится соответствующий сигнал ну и вакуум это означает что непрерывная работа насосов да да ну значит забегая вперед через 20 метров четырех километров ставят вакуумные насосы и их 24 часа они работают но и гораздо более челленджем было первоначально это откачать я потом уже покажу то есть я просто покажу в качестве примера вот эти то есть массы или зеркала ну вот здесь их моют это не кран с водой это не кран с водой это обычная вода это дистиллированная диализионная вода так их моют у нас отчинка я это привел до того чтобы показать на них хорошо видно что отполировано не только рабочее поверхное зеркало но и обратно и самое главное вот это вот боковая которую ну вообще казалось бы полировать вообще бы ни зачем значит это сделано для того но фактическая понятно что она с анастатической точностью вопросы это сделано для того чтобы сделать тепловые колебания наиболее доброзными высоко доброзными и соответственно узкоположными вся борьба с шумами сводится к тому чтобы сделать резонанс а самое главное естественно как мы можем дальше вот второй диапазон частот в котором вы работаете чтобы туда заходили только самые-самые хвосты и В чтобы сделать его добротным пускай они колебаются как хотят ну в том на самом деле нации а в рабочий диапазон частот соответственно будет создать меньшее количество ну вот здесь показано сначала было одно зеркало просто висел на нитях вот после апгрейта и собственно рута был получен вот такой конструкции из четырех зеркал которые сделаны подверхом на нитях и вот эти нити сделаны для того чтобы сделать колебания вот как качели зеркало качается ну соответственно чем линейнее чем больше период тем соответственно в более низкий герц уходит двенадцатая частота и сделано все так чтобы потеря на этой частоте были минимальные чтобы как можно уже резонанс ну естественно как можно как можно низкочистоте для этого и тонкие нити единые ну и вот этот четырех всех этих четырех на что-то хитрес масс реально работает только вот одно зеркало все остальное это сделано для того чтобы уменьшить сейсмические шумы а на самом деле увести их резонанс в область низких частот и сделать это наиболее добротным ну вот это теоретически теоретическая картинка как она была как она представлялась а что тут показана частота здесь в грифмическом тоже большинство масштабе показано вот эта увеличена сейсмика понятно фактически такая вертикальная тесня колон называют даже графинческом масштабе как есть вертикально на больших тушетах дробовой шум ну а вот в середине тепловые шумы вот этого подвеса для чего вот эти нити на которых влезет максимально тонкими максимально тонкими означает что при увлечении там веса там полтора или какое-то очень небольшое количество раз она просто отрывается на пределе прочности и техники и зеркала висит сейсмической активности или любые там кто-то где-то что-то уронил взорвал уронил взорвал поезд прошел трясение в Китае значит машина на стоянку приехала затормозила люди ходят ветер качает деревья деревья корнями раскачивают землю деревья пришлось рубить это не шутка ну а вот это это же график но уже экспериментальные вот это вот черная линия такая дизайн дизайн point ну а разными кривыми здесь показаны картинки реальных измерений двух разных интернет тройка ну а со второго по седьмой год вот видно что последняя практически легла ну и вот этот диапазон от 100 до 1000 герц которым ожидается сигнал ну вот он собственно поэтому именно это событие был выбран наиболее перспективным кандидатом но оно сыграло связано с тем что фактически с этой картинкой с друговыми шумами бороться очень трудно плавно в меньшей частоты где вообще говоря есть могли быть и другие кандидаты с точки зрения стратегики но ну вот еще более свежие картинки того же сочет 6-7 года ну и они были вот с этого времени начали пересчитывать уже не на ну а не на дельта и кель а на расстояние мегапарсеках до соответствующих вот таких тестовых сценарий сопновения двух звезд масса 1 и 4 солнца пересчитывают соответствующее расстояние чувствительно отдельный выброс который здесь видны вверх это шум или это сигнал нет это все шум тут сигнал нет ну то есть он работает 24 часа сонки все что меряет это обменный сигнал шум в этом смысле это шум вот эти все ретонансные пики это некоторые резонансы начинают там от 60 истин герс просто частоты токопеременного и кончая всякими датами которые не удалось внести в ту область как сейсмически один герс который зеркал качается ну конечно там тоже есть не видно просто но и все другие там механические резонансы которые умерели механические которые есть на которых упадают в эту область но они довольно узкие и вот видно что всплески весьма приличные довольно много но они мешают в общем видно что они мешают общему делу именно потому что они очень высшей ну а те которые резонанс запрыл и хвосты просто вот это уже ну вот эта картинка уже из недель недавности статьи из тоже вот здесь полосу диапазон показан видны эти пике здесь их они это как им более патичное осталось поменьше пиков два интерферометра ну и вот как они расположены изначально почти максимального ставим друг от друга на территории америки они по-разному ориентированных пространстве вот этого сетях макинсона с тем что можно проверять еще и в будущем поляризацию волны ну вот здесь показан баланс от того накопления которым я говорил 20 ватт падает идет из лазера внутри вот этих вот 4 метровых вакуумных объемов 100 киловатт вот такой мультипликация ну вот здесь показано еще одно зеркало помимо power и сайт еще и тот же трюк повторенный сигнал возвращен надо и все это работает до тех пор естественно пока время вот всех этих многочисленных тысячек разных обходов по всей этой системе но она меньше частоты периода точнее говоря грационные волны например так так и получается до этих частот уже больше уже практически лишь мысль при такой концепции ну вот эти два интерферометра на расстоянии 30 километров одинаковые по длине 10 миллисекунд соответственно время который свет проходит от одного к другому сигнал был замерен на часах на сравнению 7 миллисекунд нас микросекунд соответственно была получена информация о том что кроме двух вот американских то что называется непосредственно лайга самом начало мы не сам началом с очень-то ранней стадии проекта фактически таким фирмами лайга стал 600 метров который расположен около трех километровый но тут практически такой же масштаб он исторически шел с неким таким отставанием по времени с одной стороны с другой стороны но естественно не успевали как бы ставить более продвинутые некой технологии которые пришли тогда когда уже ну и после там долгих переговоров была создана такая коллаборация которая называется и упоминается во всех лайго-сэнтифик коллаборейшн который объединяет он фактически 3 интерлайга как они называют верга ну и заодно еще вот с самого начала сказать что очень активно университета говорили участвовал ну и там другие австралийские компании участвовали во всем этом проекте у них небольшой интерферометр но они тем не менее существенные платные сли и соответственно тоже упоминают но реальный сигнал был измерен тот который измерен на вот двух американских пирометр поскольку ну здесь просто не хватает свидетельности они слишком маленькие наверх в этот момент не повезло не был на состоянии беру держу что надо сказать что вот этот немецкий я там правда не развлекал но он замечательным тем что там вообще нет людей это кстати видно даже по картинке вот видите это здание вот машина видно что там еще лазер оборудование всякое то есть там нет места для людей там никто не находится не работает все управлять органами полностью ну я не знаю как там но вообще конечно они все построены таки достаточно удаленных от дорог и там людей нет но тем не менее ну вот теперь я пользуюсь этой картинкой веду уже непосредственно к нашей активности и прежде чем в физике говорится делать покажу вот эти фотографии так получилось что изолятор продали которыми делаю для которых я сейчас начну рассказывать они оказались вот в этих точках исторически опять же первыми оказались вот эти два ну поскольку там меньше интерферометр они накладывали существенно более простые требования ну и соответственно их было легче выполнить ну и соответственно они были востребованы раньше пока лайга еще строилась там водилась на соответствующие параметры вот в 2007 году соответственно на лайгу были установлены наши изоляторы которые там быстро стоят и вот это ну и чуть позже понятно что изолятор расположен между собственно лазером и вот этим подвешенным интерферометром ну вообще речь находится о достаточно большое количество оптики не только изолятора много всякой оптики для российских пусто настройки оптики в такой боевом канале мы не говоря уже про всякую оптику которая для диагностики и стировки контроля и прочее так картинка из вам словно в этой части практически все элементы которые есть они все нарисованы здесь но и в том числе заряда который опять если нет потерь но самом деле есть но если нет потерь то при помощи на стройной системе или как английский локоть вся мощность вращается ваза больше не будет 0 все остальное только потерь возвращает на самом деле существенно меньше но тем не менее вот изучение брюло и поэтому единственный способ это доизолировать лазер это за счет эффектов рады и вот собственно как только мы с этим проектом познакомились одна из задач первоначальном списке наших активности было сделать фарадей который с одной стороны где довольно большая мощность по тем временам речь шла про мощность 10 ватт и будущем 100 ватт потеряно это была приличная мощность но вот как этого во многих всех остальных частях этого это машины касается сам по себе там очень мощно было ну таким неким не было таких хордеев но в общем если бы была проблема только мощности в общем задача была бы не столь сложная проблема заключалась в том что кроме этого вот вся эта чувствительная машина она вот такая необычная что накладывает еще много других всяких обстоятельств которые в обычных лазерах большей мощностью не используют сейчас я подробнее скажу ну если говорить о мощности как главного параметра то есть если является тепловой эффект этой часть излучения помощается обычно ленивное помещение которые конечно системе создать как можно меньше оптическом элементе нам оконечное и в средах которые обладают сильным эффектом фараде в общем достаточно приличная тепловая линза это самый простой эффект который проводим потому что просто какая-то проломление меняется силу изменения температуры положительная обычно поэтому не забирающая при этом поляризации сами по себе собственной поляризации которые циркулярные магнитном поле остаются идеально циркулярными ну и соответственно поляризации лучей не меняется меняется только направление лучей с точки зрения развязки этот эффект вообще к делу не относится потому что он несколько не улучшает скрещенность этих поляризаций следующий эффект который обсуждался это зависимый коэффициент р.д. ну то есть фактически силах от эффекта р.д. от температуры и этот эффект приводит к тому что угол собственно остаются круговые ногу поворот меняется от температуры ну и соответственно появляется здесь сигнал ну и третий эффект который вообще никогда не обсуждался продать и тоже пускай наши исключительно запретение это фотоупруги эффект который говорит тому что уже собственные поляризации представить циркулярные санкции рептическими ну и и это приводит существенно более сложным во первых отказал сильно во вторых сложным искажением ну вот мы придумали что можно разбить разве стремят на две половинки который вращает каждой из них 20-20 с половиной градусов трех судне как обычно 45 между ними расположить обычный вращатель который не связан с магнитным полем соответственно взаимный вот с таким углом который забрался сначала теоретически потом экспериментально и это придется потому что депрализация существенно уменьшится а так одни из первых картинок как депрализация растет с мощностью обычном то есть фактически без этого вращателя и вот вращатель наших первых экспериментов когда у нас для нас вот была максимально доступна и в принципе мощность видно что практически по рекламе наружу потом мощности доступны нам стали расти ну и фактически сейчас конечно существенно продвинулись и с точки зрения мощности и с точки зрения геологии гораздо более так скажем навороченные пробленты схемы используем для для этого рода и больше мощностями давай это вот дальше кроме вот таких типичных главных параметров как правда мощностью и соответственно уменьшение изоляции с этой проблемы искажения и потерь на прямом проходе связанные с тем что вы появляете поваренда появляются искажения в общем это не очень большие проблемы но вот лайга устроена так что ну что еще небольшие ну скажем на проходе от лазера объекта несколько процентов мощи теряется ну вот цена этой потери вот эти несколько процентов ну можно сделать лазер на несколько процентов мощнее это компенсирует начала играть не так потому что вот весь соизлучение которое проходит ну через всего пику в нашем случае это касалось хордея и часть излучения остается ну в гауссовом пучке ты ему может и падать в интерферометр там заводчивается и так далее все остальное не просто потери это потери высшие полюционные моды которые мало того что они не разбирают они еще падают конечном счете там рассеивать продать детектор и следует суммы поэтому там борьба за каждый процент того чтобы излучение осталось нужный модер второй принципиальный момент но самый простой способ компенсировать линзу положительный поставить телескоп новые в те варианты двигай просто летают можно подавать любую отрицательную расходимость ничего сложного там нет в общем достаточно просто я дерну пока не среди свою часть расходимости компенсировать но есть проблема по законам лайка никаких блющих частей в вакууме быть не должно не прописанционно правильных представительных проблем и в те время представляла там есть и шаговые двигатели первые элементы тогда были вот на 10 сантиметров хоть на лет сегодня микрона на что хоть ну вот никакие из этих элементов все эти меня сказать устройство содержит материалы которые запрещены к установке вакуум а когда и находится вакууме находится вода и вакуум поэтому вот никакая такая простая вещь как просто победу следу она уже не работает соответственно пришлось делать линзу такую адаптивно сначала было предложено использовать стекло с перестать на в качестве управления после отрицательного днпдт который отрицательного поглощает стекло но потом оказалось что опять таки это стекло хорошо компенсирует между но зато уносит потери пролизационных стекло который добавляет небольшие потери несколько процентов и и тем самым вот опять мы не стали писать когда не пришлось продвинуться дальше мы используем кристалл затроны кристаллу данных учениках это который имеет отрицательный днпдт ну и за счет своей анистропии естественно терапии начал днем соответственно фотоупруги и вот эта штука работает вот эта фотография непосредственно уже лайнер на месте установлены фрагменты внутри вакуумных камерах много всяких высоких элементов но вот это вот так может виду другим цветом освещивает это который расположен продаем со всеми этими элементами вот это собственно магнитная система который положено ну и вот результат компенсации тепловой линзы здесь показано практически вот фаза на масштабе пучка практически плоская ну а потеря потеря из гаусса пучка из т.м. без компенсации 4 процента высшие пространственные моды более осуществляющие и так же много но тем не менее явно выходила за рамки требований при какой-то конкретной мощности а вот после того как был ставлен соответственно подобранный кристалл толщины кристалл дкдп получалось что в этом не плоский фронт но он дает всего лишь четыре десятых процента высшие пространственные моды более осуществляющий следующий следующая история была связана с интерфериметрией и первое то чтобы было сразу предложено это интерфериметрия ну для предварительного контроля оптики то есть это тогда где оптическая форма принести поставить проверить его качество но вот который тогда был делал работал опыт я не давно был в самом сайте с описанием всей идеологии интерфериметрия поэтому я тут останавливался не вузу но вот я вам сейчас покажу некое декламное кино которое ну такое старомонное это сразу видно в начале 2000-х годов снятое ну пока смотрим дальше более конечно интересно было более варианты то ли станционная интерфериметрия то есть не тогда когда или не положить и посмотреть как мы делали а следить за ним в ходе работы вот самого интерферометра ну соответственно дистанционно когда вы нельзя туда вынуть и когда-то нельзя подвести ничего и это было следующим нашим шагом ну вот здесь настраивать интерфериметр что появилась информационная картина пластина кварц после этого включается фазовая модуляция колеса соответственно начинаем бегать производить измерения после этого мы гордились что у нас идет счет и после этого появляется уже обработка ну вот здесь собственно видно как вот с краю где хватали руками элемент он нагрелся и вот он со временем реально времени остывает и быть температура выравнивается вот здесь масштаб указан ну а конечно принципе такие аналогичные приборы коммерческие американские вставали в этом смысле наиболее интересным было сделать некий дистанционный способ которые позволяли с тем чтобы контролировать почему оптического элемента выдавались показано это зеркало такой чертеж а вот фиолетово это то что лучи которые мы предлагали сделать как оно греется как оно там себя ведет включено выключено но к сожалению пришлось тогда когда эта идея таскать появилась лайка уже было не просто все финансово изготовлена вот единственное окно этот вот красный это штатный гигантический прибор который нельзя будет трогать вот с краев окна мы как-то пытались завести ручки вывести луч с тем чтобы никому не мешать никаких новых элементов внутрь установить уже был нельзя вот такая вот это вот круглая дверь вот она ну вот это на компьютере нарисован делай прямоугольный как бы какого устройства могли бы сюда поставить с тем чтобы оно никому не мешало но и кто-то мерил конечно в таком условиях таких условиях она могла не так много полезной информации померить ну и кроме того очень непросто что при этом все равно не будет никого мешать следующей задачей она уже больше появилась была компенсация тепловых искажений которые получалось в том что тепловой нагрев этих зеркал если было про этих большинства создает соответствующие сплением температуры и соответствующие сплением фазы если в виде кольца организовать дополнительный нагрев то прессу можно сделать достаточно ровно однородную температуру и однородную соответственно фазу масса все вакуум и охлаждение традиционное в этом случае ну вот мы предложили да это хорошо подходит причем изучение создала на поскольку она хорошо превращается кварца и мы предложили сделать вот этот крючок который трудно менять его параметры выбирать делать узкий набор кучок который по кругу вас или по другому какой чему ли кого надо сканировал показано нашим устройством просто зеркало наклеено не согласно оси вращения соответственно торговый сигнал огромный пучок рисует на соответствующий круг ну вот это опять же с помощью это модельный такой эксперимент который пока мы провели но это тоже не в реальном времени но смысл показан правильно вот сначала отключение ландера постепенно происходит нагрев здесь градация одного цвета один нанометр фактической толщины но в центре конечно же может нагревается но самыми находимся вакууме но терминется дает такая форма но и систем достаточно активно очень легко менять диаметр кучка даме так этого круга все параметры какие необходимы получилась на эксперимент как нагорелся центр обычным круглым пучком получалось вот такое распределение фаза соответственно в этом было 88 процентов энергии ну а при включении вот этого конца стационарным получался вот такой фронт масштабный пучку пучка фактически плоский 9 7 процентов изучение в моде ну надо сказать что здесь мы проиграли конкуренцию американцам которые ну просто грели выбрали концепцию нагрев просто вот таким пучком и дублика донцы как они говорят и очень трудно менять параметры но тем не менее они остановились на этом причине фактически была заключалась в том опять-таки тежок необычности лайга сказались система которая позволяет сканировать они позволяют сканировать частотой ну да довести килогерс достаточно спокойно можно сканировать после этого действия одессы тону этот пучок будет потом вращать тепло потом все это сказать будет по совсем другие времена но тем не менее от 10 килогерц они насчитали что все равно вот и диапазон который 100 до 1000 герц попадет какую-то часть сигнала появится шум и поэтому они сказали вот надо как минимум там 50 а лучше 100 но это уже искать систему которая становится гораздо сложнее чем просто видя бублику пучок делать поэтому вот такая вращающаяся концепция не подошла но и еще одна затея заключалась в том чтобы получить информацию тоже дистанционной но уже не о форме поверхности а о загрязнении поверхности которые правительства поверхности вакуум не вакуум а что там пытается что-то осаждается и кто не знает когда и сколько если какая-то часть какой части появилось загрязнение вот мы предложили использовать на оптику генерацию второй гармоники от поверхности симметрии нарушается генерируется вторая гармоника да это не привычный нам десятки процентов эффективности а там 10 минус 10 но тем не менее его можно засечь и зависит от того что там поверхности есть соответственно меняется сигнал мы вот такие эксперименты мы тоже проводили в том числе напускали вакуумную камеру в америке там мы специально масло чтобы какое загрязнение появилось специально там портали какие-то и модельные эксперименты с тем чтобы продемонстрировать что у меня есть сигнал по причине зависит от колеризации что конечно импермитировать эту установку до этого пока не дошло и и чтобы закончить заканчивая эту часть человеческого два это двух детей которые начальными в этом самом первом начальном списке когда и присутствовали первые они уже тот основанный на нём оптики первое это использование сам фокусировки для того чтобы измерять искажение умного грунта существенно меньше чем дифракционный передел сидеть заключалась в том что когда фокусируете вот в реке на опорном пучке звучание примерно торец на линии среды и сможете силиками что происходит вот это большой круг это дефракционное излучение ну а маленькая . это вот сам фокусировочное пятно который существенно меньше чем чем дифракционный это прекрасное но тоже самое происходит в рабочем точке в котором находится элемент дефракционный пучок на большой мощности соответственно размер меньше но если этот пучок начинает опять и греться либо что-то элемент греции что с ним происходить появляется на грубой оклин и из того тепла соответственно этот весь луч смущается но на большом дефракционном размере смещение зависит маленько очень трудно но смещение этого это естественно по столько раз легче востока поскольку диаметр вот этой точки меньше чем фракционный размер 30 раз мы получили экспериментальная чувствительность 2 300 раз меньше чем случае дефракционного если просто нет обычным датчиком ну и еще одно продолжение использование оптику тоже для диагностики качества поверхности но просто самым банальным образом смотреть рассеяние с поверхности естественно теперь загрязнение еще что-то или просто шероховатости поверхность там загадает работам имеет право просто за счет эрозии тем больше не просто поверхность там еще много слоев наполено зеркало ну и соответственно все эти условно бракованные места не дают больше рассеяния вопрос только как это рассеяние видеть была подсветка конкретно разорная подсветка за счет использования усилителя можно увидеть сигнал тот же фигуретный надеюсь в том что подсветка который все остальное который есть она дезеркало падает значит сотни киловольт излучения и соответственно рассеивались она предметно и поэтому мешать не будет соответственно все остальное честно оцетки будет мере на тот момент идеология существовала он сейчас существует для зрения ориентированное измерение тоже слабых сигналов но слабых не потому что очень маленькие шероховатости а слабых потому что там они вещи это мы зондировали там далеких объектов типа спутников поэтому сигнал слабый здесь чувствительность этого устройства она фактически длинная один потом на воду ну вот на этом какая исключает закончен дальше я покажу несколько фотографий вот здесь три российских молодых ученых с американским профессором американского процессора легко узнать потому что он шорта на тот момент это был действительно профессор вместо этого флорига сейчас это директор лайга и человек которому и для у седьмого года контактирует официально но александр николаевич который нас не познакомил он контактирует уже и с еще более далеких лет но поэтому это фотография здесь не случайно остальных фотографиях уже сотрудники института там в америке в разных частях работы я скажу что помимо вот такой работы связанной с правением эксперимента обычно 8 распределением экспериментов вот тех которых я говорил о других ну и непосредственно станции там с установкой сборкой изолятора фарады в частности кроме тариц как естественная часть работы было еще для таких составляющих первое это участие непосредственно установки сборки в каждого самого интерферометра ну вот здесь видно что никакого вакуума нет все открыто устанавливаются какие-то элементы и ну естественно это было достаточно на ранней стадии но вот здесь я еще кто-то не может меня узнать только потому что я был 18 лет моложе опускание 1 сотового стола непосредственно объем который был окружен камерой если комнаты ну даже фотографии пожалуй не буду комментировать а расскажу в качестве такую историю заключительной о том как собственно принималось решение довольно интервью вопрос который когда нужно сказать чтобы революционного он детектирован и вопрос возник задолго лайгами 2 выбрасывание другую того как вообще интерфер первый стаскет свой свет был запущен мы составим документ который там принес советом лайка ну дацент голосовал как представитель нашего института в этом совете это такой алгоритм который много квадратиков там войдет группы когда вы че это сейсмику должен посмотреть если да то да если нет значит этот квадратик там есть циклы с возвратами мы в конечном счете естественно там дело доходит последнего пункта условно директора который соответственно на каком то этапе всего этого пишется статья уверяется до запятых чтобы она была готова после этого все доходит до последнего пункта его последний пункт который мы собственно хочу сказать когда все уже люди подтвердили заинтересованные все расчеты независимо проверено все собираются одного сейфа открывают конверт конверт на котором написано благо джекшен это такая процедура которая заключается в том что есть два человека которых особо все не знает пока не шоке публика не известно которые имеют право вносить руками сырые данные все что они хотят в том числе фактически фальсифицировать исходные данные исходные данные и это вот есть один фото диод с которыми сигнал человек и 5000 сейчас нам уже больше когда начиналось было 5000 детекторов которые неперывно 24 часа в сутки снимают сигналы и соответственно все их там сравнивают в том числе акселеометр который меряет там вот здесь нечистки перебания там силу метра короче говоря эти люди насчет складывают эти данные до того конечно куда спопали сигнал ну что хотят плату мы имитирую сигнал соответственно пив чтобы эту бумагу запечатывать конверт к сейфу не знает когда его за всю историю лайка было всего два случая когда до этого конверта дошло дело первый случай был несколько лет назад когда предыдущая версия шума брейта заканчивая свою работу тоже сентября вот такое событие все было сделано все остальные случаи были монет концерт находить дошли до конца написали статью скале конверты там было написано что да это именно в этот момент был сделан и бланч-инжекшен и соответственно все разошлись но во второй случае был вот кто-то которым вы все знаете ну и нам сказать что несмотря на то что ясно дело что люди конечно строились которые когда вы видели в прошлый раз но тем не менее для вот руководства это было достаточно важное событие потому что если бы сигнал не было обнаружен теми людьми которые обрабатывают данные то вообще говоря это было бы большой проблем потому что люди за руками вставили сильный сигнал если его посмотреть вот они соразмерно ставите на сену если бы его просмотрели то это было означало что как там вы менять эту систему поэтому такой такая история случилось ну вот тем не менее несмотря на то что да но понять масштабисты вас сигналы которые на порядке больше превосходит шум они случаются ну там выбор раз в час таких событий просто большой сигнал это ощущение ни о чем их там очень много но дальше начинаются самотрясение машины и всякое 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 а дальше он начинается вот эти коллекционные обработки и сравнение с тем сигналом который ожидается но естественно корреляция двух интерфераметров для чего собственно их и строили потому что если данным сигнал был не был соответственно так но у меня все правильно ли я понял что если бы кто-то где-то специально создал сейсмические помехи например в середине между этими троферами с помощью каких-то дополнительных диагностик это сумели бы отсечь понять что это именно кто-то специально где шумел ну что-то взорвало там потряс вибрацию создал большим вибрацтентом или еще что-нибудь но не из всех кто вот знал и запечатывал конверт вопрос по стороне нет ну как вот там происходит домотрясение это оно происходит когда последний когда в китае что тоже можно считать середины в известном смысле а нет 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 вот для этого там и стоят около каждого условного зеркала по каждой дистанции как минимум стоит 3 акселерометра которые меряют вибрации на полу на бетоне на башню там много многих мест запрос мы сядем трясение куда не скидывать не средства вставаться они потом уже тускай сопоставляя когда но наверное ты с китая пришло потому что так конечно это все независимые только величина h была зафиксирована 4 10 минут вас третьего на этой картинке 10 минут застретить несколько не наличьем 23 штат это на уровне шума тогда какой был превышение а какое было превышение какое превышение в этих 25 не могу я могу сказать 24 да но но насчет вероятность самого ложного сигнала там одна за там 22 тысячи лет и что-то в этом духе вот так сказать пожалуйста вот эффект получим так все замечательно ну дальше апгрейд установки или продолжение на ну так получилось что вот после предыдущего грейда в первом который был прошел относить немалые фактически 1 1 ран который был запущен и очевидно что сейчас там несколько лет будут проходили ления во первых потому что интересно во вторых потому что да получите здесь потому что пока еще не на что особо как вы делать еще не подготовлены следующий там пока не изоляторов и и так далее там по душе лазер и прочее но я думаю что там через несколько лет ну честь какой-то трубская поэтому от трех до пяти они опять закроет это дело на пару лет и будут опять менять сейсмику на новый изолятор подвес какие-то новые ну естественно новый лазер возможно новости зеркала там кварца и сахир мы так далее там подобное кто из российских ученых часто вот в этой я знаю что очень большой значит вот 2 лайга 2 российских института это мгу и наш ну так было в начином году и до сих пор два всего бродинский вот руководитель эти группы землю который занимается тепловыми шумами в основном этих тонких подвесах их расчетом и соответственно как минимизировать в этом смысле смысле вот из институтов ответ такое что касается людей я не назвал то есть никого никаких фамилий назвал я потому что я не смог как-то этот список составить так чтобы быть уверенным что я никого не забыл писаром в институте именно даже по критерию того кто был в америке хотя такой не самый лучший критерий но простой и не удалось оставить исчерпывающий список где-то от 15-20 человек института просто работа непосредственно в америке новость еще на количество людей научных и инженерных которые не едет в америку на участвовали поэтому я вот ну и брагинского там тоже есть некая команда которая используется но она 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 не прижилась силу но там достаточно громоздкости и сложности потому что вот эксперименты которые ну на столе они были в достаточно успешные и привели соответствующий эффект хотя были взяты простеньких лазеров с такими измерителями но для предварительного контроля это не интересно потому что там так достаточно инструментарий опять же делать это залезть туда инситу мощным излучением ну вот по тем же причинам достаточно сложно потому что надо собственной мощности лайка недостаточно конечно да то есть самым какой-то крючок он принять не слабо мы там могут никого не повредить но это нужно вокруг кучу элементов поставить которые там сырами как он послушает ну так сказать эффект парадея у нас по-прежнему сейчас нет нет их и сейчас установок много ну вот две штатах изначально были заложены когда штаты ну как одиночку это делали вот они тут по всему миру разбросанное и делала это действительно для того чтобы ну почему нужно много во первых чтобы повара сигналов определить откуда пришел сигнал до этого нужно внутри лучше 4 ну и кроме того еще немаловажная где степень свободы остается это поляризация поэтому они не случайно ориентированы относительно друг друга и те иди американские ну и третья с тем чтобы которые пытали относительно них вот в этом пространстве с тем чтобы ну таскать по повысить реальность того что принятый сигнал позволит определить поляризацию не только откуда пришелся на мой какой поляризации в этом смысле ясно чем больше тем больше но вот три это не и минимум ну и по сути дела вот эти две сутки они гораздо менее чувствительными на них труд рассчитывать на получение сигнала ты и вот они сейчас работают мы просто курсуешь там они работал на этот судьба идея использована статье герценштейн и установили на какое-то роль сыграл выделая цепи сюда невозможно на приоритет на нее ссылаются вот мне конечно академику с тобой мы будем восьмой смысл сейчас обсуждаю связан с собой это кто-то еще был выдвинут тоже написал клявузу не только оба инженера и технических физических общая теория если мы возьмем второе издание и откроем сто вторую страницу то прочитаем а кто-то умерет он сравнивает их с нейтрином и утверждает что проницательный зеркал но единственное что Землю пронизает и ни на что не заливает вот все-таки это чудо что гравитационная волна а вот на водку спасибо, я забыл сказать что я забыл сказать, что хотел забыла что неправильно нужно воспринимать что гравитационная волна это сила гравитации которая придвигает зеркала а это двигает в этом смысле это не сила тяжести которая дополнительно двигает сами зеркала не двигаются меняется само пространство между ними в этом смысле оно не взаимодействует но на помощь приходит тот факт что скорость света всегда равна С и поэтому если расстояние изменилось хотя зеркала не двигались то значит время пробега света соответственно уменьшится если можно полазить несколько слов пожидаемая чувствительность и какие-то сроки сейчас по выводу в космос а по полизе ну да, есть такой проект который у нас связан с тем что можно устроить интерферометр но он в принципе по-другому устроенный на трех спутниках которые вращаются даже не вокруг Земли и вокруг Солнца где-то там не вдалеке от Земли и там три спутника и такой треугольный но там совсем другой принцип значит там 16 минут и это не так угодно другого приходит там вдоль фотона естественно в таких расстояниях я не значит по тому что я знаю и представляю там какие-то пробные пуски вот там нам нужно чтобы вот некая клуб с зеркалом внутри спутника вот висел и не двигался кроме того как ему положено вот по орбите и вот какие-то каком-то обозримом будущем планируется вот реально эти три спутника запустить это там ну как минимум десять лет хотя по всем вот люди которые этим занимаются он человек они говорят что если это будет сделано то через десять минут он будто там чувствительность не измеримая но технически конечно реализация это 16 чего это ожидает и какого типа величину сигнал а если хоть какие-то априорные представления насколько часть такого типа сигнала может быть то есть может это вообще уникальное явление больше никогда не было нет нет вот эти коллапсы звезд их просто видно поэтому значит вот эти цифры которые их вот в этой галактике довольно часто происходит это вот характерно 15 мегапарсек которая была она и была взята до того что там эти события происходят относительно часто относительно часто это раз в год раз в день а это зависит от расстояния как как вот если где 15 мегапарсек наносит там вот когда делалось вот предыдущая ничего не дактировал оценки показывали что там такое событие которое вот тот мог почувствовать один раз в год сейчас повысилась оно должно быть существенно больше существенно потому что ну там не совсем порядок но если чуть-чуть на порядок повысилось то объем вселенной увеличился на три порядка и соответственно сколько лет уже на этой высокой чувствительности сколько в пятнадцатом году запущено или лет несколько еще месяца в этом смысле очень быстро но почему публикации инициально есть такая презентальная вещь ну это мне это я не знаю я думаю что это какая-то специальная мода мода одна там стоит еще специальное устройство которое люди обужают но ну и соответственно вот это основное излучение запитывает интерферометр но для того чтобы настроить все эти диркала четырех километровые с точностью там золи секунды нужно конечно получать информацию о том почему они не настроены для этого в этот сигнал перед тем как он туда запускается подмешивается но там делается частотная модуляция появляются саделиты определенных частотах такие которые не попадают там вот резонанс между скажем по бреперону попадает резонанс на кельцов и по ним происходит диагностика в этом смысле там света гуляет на всяких боковых частотах ну на мегагерц отстроенные от основной некое количество процентов но вот то излучение которое меряют оно конечно заведом одномодовое одночастотное но и это просто выкинет потому что неудобность такая что если есть какая-то высший мода там постройки вот сколько дельта омегакоминга я сейчас боюсь сказать но заведомо сам лазер сам генератор дает более широкую линию чем та которая запитывает там дальше стоит тоже фактически трехзеркальный фактически на просвет который просто имеет мускулы непоспускания большой добротности зато проходит уже существенно меньше полоса чем лазер хотя конечно лазер так так повинен больше нет давайте с до 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 было были такие дополнительные свидетельства не говорится в рентгене в той части небо увидели то есть речь идет именно об обнаружении самого объекта вверх они с вами кто-то после нет возмущение от того что они стали сильно возмущение не изменилось я тут боюсь соврать где-то я читал что гамма-сплеск какой-то был одновременно и примерно из того же места получил но я сейчас боюсь но на всяком случае факт детектирование он не базируется на этих дополнительных каких-то подтверждениях в общем на самом деле когда то те приборы спутники они они смотрели ниже на данный уровень они обычно отсекают и оказалось что в районе порядка долей секунды такой сигнал какой-то есть но что он связывает с этим слиянием никакого конечно основания думать нет потому что сами гамма-сплеска происходят очень часто их несколько раз в день наблюдают поэтому никаких оснований то есть никаких данных о том что это ну слияние черных запусков что-то еще нет так все наверное да больше нет давайте давайте поблагодарим этого шайфа я бы хотел что успех лайка как мы с вами видим из доклада Илья Марковича организм связан в общем достижениями оптическими лазерными и таких вот достижений что ли какого-то вклада вот конкретного людей связанных с там гравитационными волнами нет но фактически изобретение гравитационных волн это уже проект прошло да и очень много задач нарешены сигналы фактически все известно которые можно получать их там фингерпринты тоже известно как они устроены и поэтому конечно вот это безусловно достижение лазерной и оптической науки которая стала возможным после того как лазерные технологии оптические технологии материалы были существенно улучшены и конечно первая работа старого это который в 1962 году когда еще лазеры в 1950 году появились и там про лазеры вообще нет слов там речь идет о том что гравитационные волны можно считывать действительно вот в схеме с ротогональными бегущими термогнитными волнами и вот только в 90-м начало 90-х годов в общем стало понятным что источники излучения в принципе вот высокостабильный лазер у коробникова есть что материаловедение и различные обработки материалов предлагают очень высокие параметры для оптических элементов которые можно использовать поэтому американцы риск риск конечно огромный и один из таких вот интересных моментов которые надо забывать что большинство это было на таком переворе в соединенных штатов Америка отказалась от проекта техасского супер коллайдера в начале 90-х годов и была очень мощная команда строителей из физики высоких энергий которая как мы знаем физики из высоких энергий это очень хорошо организованная комьюнити которая имеет очень сильное лоббирование везде и именно благодаря тому что американцы отказались от строительства в техасе коллайдера и отдали полеуференскую церну Америка взялась за строительство антенны гравитационного и еще один очень важный момент собственно спрашивает а что тут как институт прикладной физики посмотрите в в этих измерениях есть ну и построена на такой интересной парадигме если посмотреть для того чтобы диктировать что-то очень-очень-очень маленькое используется очень-очень мощное лазерное излучение именно благодаря тому же там 100 кВт бегает между зеркалами интерферометра торговой шум снижен до уровня когда можно ловить сигналы то есть это вот если подумать очень такой интересный момент и собственно то что дикима рассказывал до чтобы создать вот такой мощный стабильное излучение было разработан и здесь немножко постеснялся потому что именно его конструкция схема фарадея и даже даже в том фарадея на которой падает 10 ватт мощности непрерывные уже есть фактически нелинейные эффекты потому что речь идет о том что он греет само автоматическое стекло и вот как правильно создать такой вот фарадей это задача в общем как мы видим нелинейной нелинейной оптики ну вот таким образом институт оказался включен по праву присутствует и наверное надо всех нас поздравить с тем что наш вклад не очень большой он оказался важным потому что без вот это вот фарадея не работает но это есть не что это это а это Продолжение следует...